МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Старый мост через Обь, где сейчас ведутся ремонтные работы, готов на 70%. Об этом рассказал министр транспорта региона Александр Деметьев. Напомним, объект финансируется из федерального бюджета. До начала ремонта суточный автомобильный трафик здесь составлял до 24 тысяч автомобилей в сутки. В первое время после закрытия фиксировались пробки, но позже было скорректировано движение в районе речного вокзала у нового моста, и теперь таких проблем уже нет. Тем не менее, открытие старого моста жители края и Барнаула очень ждут. Если мы говорим по состоянию, на буквально вчерашнюю дату, практически все, скажем так, основные работы по монтажу балок, монтажу металлических конструкций завершены. Идет омоноличивание балок, устройство гидроизоляционных и защитных слоев. То есть весь комплекс работ по планам, насколько я знаю, и мы общаемся с коллегами, у них до конца года, они должны эти работы все в полном объеме закончить. На заседании Общественного совета Алтайского края обсудили актуальные проблемы общественного транспорта. С отсчетом выступил региональный министр Александр Деметьев и представитель городского комитета по транспорту. Поменяют ли тариф, что можно сделать с нелегальными перевозчиками и как будут менять технику, узнаете в сюжете. В прошлом году рекой перевезли только 33 тысячи жителей края. Это почти вдвое меньше, чем еще пару лет назад. Транспорт старый. С железной дорогой все лучше в 2020-м почти наполовину обновили составы пригородного сообщения. Но основная часть докладов и министра, и представителя комитета Барнольской мэрии была посвящена автобусам, трамваям, троллейбусам. На поддержку общественного транспорта в 2021 году из бюджета города выделено 314 миллионов рублей, из которых на контракты на автомобильный транспорт 108,5 миллионов рублей, на электротранспорт 62,1 миллионов рублей. Обновляют старый транспорт не с той скоростью, с какой хотелось бы. Но если на программу лизинга при поддержке государства подали муниципальные службы электротранспорта, то частные автобусные компании на это не готовы. Им просто нечем платить за лизинг. Истоки проблемы в платежеспособности населения. Говоря проще, низкие зарплаты в регионе не позволяют значительно повысить оплату проезда. А низкий тариф не позволяет обновить автобусный парк. Да и как обновлять, понимания нет. Нужно оптимизировать сеть, посчитать, сколько фактически нужно оказывать социальные услуги. Нужны нам сколько автобусов по пустых по Ленинскому проспекту, или должно быть меньше. Или надо убрать всю малую вместимость, сделать низкопольные, большие автобусы, чтобы люди ездили удобно. Кто посчитает, точно скажет. Есть институт, который это может сделать, который профессионал, понимает, в урбанистике, в транспорте, в логистике, и всегда объединить. Научный институт должен будет разработать единую транспортную модель всего Барнаула. Выполнить ее хотят уже до конца года. Кстати, острые вопросы обсуждения о борьбе с нелегальными междугородними перевозчиками и повышение тарифа так и остались без ответов. Но министр напомнил о словах губернатора. В этом году районы края получат 300 миллионов рублей на развитие автобусной сети. Андрей Дреер, Дмитрий Денисов. День с толком. Минсельхоз не вправе вмешиваться в ситуацию, которая разворачивается в селе Огни Усть-Калманского района. Дело в том, что местные жители обвиняют главу местного СПК в захвате земли, сокращении площадей и разрушении фермы. Дело даже дошло до суда. Так вот, в Минсельхозе региона знают об этой ситуации. Специалисты даже направляли запросы в правоохранительные и надзорные органы. Но в результате нарушений не выявили. Учитывая то, что деятельность хозяйства ведется на кооперативной основе, члены кооператива имеют законное основание организации внеочередных собраний с вынесением на повестку любых вопросов, касающихся работы кооператива, в том числе избрания председателя. Решение принимается на собрании голосованием членов кооператива. Суд отправил в СИЗО опекуна из Камня на Аби, которого обвиняют в истязании несовершеннолетнего. Примечательно, что эта женщина сама отстаивала права ребенка, когда летом прошлого года его избила толпа подростков. Тогда опекун подняла местные федеральные СМИ, чтобы придать делу огласку. Но, как сейчас выяснилось, избивать ребенка могли и в самой семье. Твоего ребенка избили. Ну как, совсем не нужен он или что, я не знаю, как так можно промолчать. Я не собираюсь молчать. Любящая мать, требующая справедливости. Такой пыталась казаться Елена, когда мы приехали к ней летом 2020 года. Сразу после того, как в сети появились кадры, на которых толпа подростков избивает 13-летнего Ваню. Тогда Елена являлась его опекуном. Против четверых мальчик оказался бессилен. У ребенка диагностировали сотрясение мозга, проблемы с почками, он лежал в больнице. О резонансной драке говорили даже на федеральных каналах. И кому бы пришло в голову, что Елена, возможно, еще и сама поколачивает подростка. Он меня очень любит, ребенок. Любит. По нему это видно. Он все время и целует, и обнимает, и висит на мне постоянно. И он меня пытается не расстраивать. А вот могла ли Елена расстраивать ребенка, предстоит выяснить суду. Сейчас горе опекуна заключили под стражу. Ей предъявлено обвинение в истязании, причинение физических и психических страданий. По данным следствия, с января прошлого по апрель нынешнего года в городе Камин-Наби обвиняемая истязала мальчика 2008 года рождения, взятого ею под опеку. На протяжении длительного времени она избивала и оскорбляла ребенка, причиняя физические и нравственные страдания. Известно, что ребенок сам пришел в органы опеки и сказал, что в детском доме ему было бы лучше. Кстати, в семье воспитывалось еще двое детей, 10 и 14 лет. На всех опекуны, естественно, получала выплаты. Как нам было уже известно, еще в 2016 году Елену Кондрашкину обвиняли в домашнем насилии над девочкой. Тогда ребенка изъяли из семьи. Женщине удалось избежать наказания, но даже после этого каменские органы опеки продолжали доверять Елене детей. Почему в Камин-Наби так легко распоряжаются детскими судьбами? Очевидно, что следователей уже заинтересовал и этот вопрос. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Вот так уже скоро должна выглядеть Мизюлинская роща. А сегодня на месте встретились представители администрации города и местные активисты, которым жить рядом с обновленной территорией. Дело в том, что предложения жителей по благоустройству рощи власти обещают учесть. Как прошел диалог, расскажем далее. Нам дали очень интересный ответ, что ни одна помойка в план благоустройства не входит. Я бы очень хотел, чтобы вы уделили нам 10 минут и прошли по периметру, и посмотрели помойки возле детского сада, брошенные по гриба, в места, где варят ханку, где собираются алкоголики, где гадят. Разговор властей с местными жителями был не только про деревья и кусты. Многих волновал вопрос и про чистоту в Мизюлинской роще. По словам жителей, эта территория превратилась в место для нетрезвых пикников. Для снижения вандализма управляющий изумрудным парком Владислав Вакаев предложил идею, как решить эту проблему. Все уже раз за разом говорят о безопасности. Вы знаете, проблему в изумрудном безопасности решило всего 11 камер. Мы поставили 11 видеокамер, и все, и вандализм исчез полностью. Потому что уже люди понимают, у полиции это все на выводе. Обсудив проблему с безопасностью, городские власти и местные жители обсудили само восстановление Мизюлинской рощи площадью 11 гектаров. Здесь должны появиться пешеходные дорожки и детская площадка. Проведут освещение, установят скамейки и урны. И самое главное, высадят около 700 деревьев и кустарников. Перед нами стоит большая задача, очень оперативно. И в сжатые сроки собрать, аккумулировать все эти предложения, которые сейчас поступают, по возможности внести в проектную документацию, для того, чтобы подрядчику выдать на реализацию. Мы договорились сейчас с представителями актива о том, что они выберут группу людей, которые саккумулируют мнение всех. Задача, наверное, основная – сделать этот проект народным, чтобы вот эта территория, Мизюлинская роща, была действительно удобна для наших граждан. И все то направление, все те дороги, по которым они привыкли ходить, мы обязательно учтем в проекте. Стоимость всего проекта – 58 миллионов рублей. Согласно графику работ к устройству покрытия, подрядчик приступит уже в мае. А полностью завершить омоложение рощи должен не позднее сентября этого года. Дмитрий Дроздов, Николай Шилко. День с толком. Больше 40 тысяч жителей города вышли на улицы Барнаула, чтобы привести в порядок скверы, аллеи и площади. Большим субботником закончился месячник весенней санитарной очистки. Среди тех, кто наводил порядок, были и наши корреспонденты. Прошлогодние листва, ветки и все, что после себя нередко оставляют сами горожане, оказывается в мусорных мешках. Входят только одного дня уборки, их собрали больше 100 тысяч. На улицы Барнаула вышли многие организации и предприятия, студенты и школьники, общественники и все, радеющие за чистоту и порядок. Я бы хотел сегодня сказать огромные слова благодарности горожану. Без малого 80 тысяч горожан приняли сегодня участие в самом месячнике санитарной очистки, а сегодня по предварительным цифрам это порядка 36 тысяч горожан приняло участие. Бесплатно работает полигон, более 300 единиц техники сегодня работает для того, чтобы нам привести город в порядок. В рамках общегородского субботника на мемориале высадили десяток елей. Всего же в рамках международной акции «Сад памяти» 27 миллионов деревьев и кустарников, а это яблони, рябины, сирень и другие. 27 миллионов – столько же солдат во время Великой Отечественной войны не вернулись домой. Посвящена она, конечно, нашей памяти, сохранению памяти о Великой Отечественной войне от наших родных, близких, предков, которые не щадили себя в это время. Самое главное – память. Это память, которая останется надолго. А как продлить нашу память? Сделать так, чтобы помнили самые маленькие молодежь. И я хочу отметить активное участие молодежи города Барнаула в этой акции. А в субботнике участвовало почти 50 тысяч барнаульцев. Основной фронт работ был на улицах города, в скверах Победы, Пушкина, Химиков, на площадях Свободы, Народной, а также в Центральном парке культуры и отдыха. В городе стало заметно чище. Осталось эту чистоту сохранить. Ведь, как сказал Антон Павлович Чехов, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов. День с толком. Уже завтра мы погрузимся в необычно длинные майские праздники. Новость о нерабочих днях между Первомаем и Днем Победы взбудоражила многих работодателей. Так работаем или нет? Этот вопрос мы задали в инспекцию труда по региону. В данном случае это решение принимает самостоятельный работодатель. Он определяет численность и состав работников, которые должны работать и обеспечивать функционирование соответствующего органа или организации. При этом двойная оплата труда начисляется за работу именно в праздники 1 и 9 мая. Остальные дни, то есть 4, 5, 6 и 7 мая, оплачиваются как обычные рабочие дни. А вот те счастливчики, которые будут отдыхать почти две недели, вправе получить деньги в том же размере, как если бы все эти дни они работали. И еще один важный момент. Если человек в нерабочие дни будет находиться в отпуске, то дополнительные дни отдыха ему уже не положено. Кстати, что касается школьников, в целом образовательные учреждения внезапным рабочим дням рады. Всплески заболеваемости коронавируса им сейчас не нужны. Все уже находятся на финишной прямой. Напомню, майские праздники нам продлили именно для того, чтобы не допустить заражения COVID-19. 3 и 8 мая у нас учебные дни. И в этой части учебные дни для школ, которые занимаются по шестидневной рабочей неделе. Но 3 и 8 мая каждая образовательная организация определяет самостоятельно. Либо они в эти дни проводят воспитательные мероприятия на различных площадках, либо организовано обучение, но с использованием дистанционных образовательных технологий. Многие называют эти дни возможностью перезагрузиться. Особенно это сейчас важно старшеклассникам, которые готовятся к ЕГЭ. Как нас заверили в 53-й школе, волноваться за учебный процесс не стоит. В мае обычно в школах уже просто закрепляют полученные знания. Любая программа по любому предмету, она может быть педагогам скорректирована. Коррекция может проходить за счет резервных уроков, которые есть абсолютно в каждой учебной программе. Это не повлияет на качество образования. И это никоим образом не повредит выпускникам 9-11 классов успешно пройти государственную итоговую аттестацию. В Алтайском государственном музыкальном театре состоялся показ спектакля «Капитанская дочка». Впервые он сопровождался тифлокомментариями. Их выпустил Сбер совместно с ВОЗфильм в рамках программы «Искусство вслух». Накануне на показ спектакля номинанта «Золотой маски» пришли люди с нарушениями зрения. Подробности в сюжете. Смартфон, наушники. Так вроде бы неприхотливо выглядит технология тифлокомментирования снаружи. В этот наушник голосовым комментарием слабовидящим четко и емко описывают происходящее на сцене. К примеру, если люди в тишине обнимаются или целуются. Важно то, что эта технология инклюзивная. То есть тифлокомментарии слышат только, особенно зрители, в своем наушнике. Он может прийти со своим другом, женой, подругой, братом, который зрячий, также вместе посмотреть и после этого вместе обсуждать. И это самое главное, чего мы добиваемся. Сбир уже 19 лет генеральный партнер фестиваля «Золотая маска». Проект «Искусство вслух» дебютировал в 2017-м в рамках фестивальной программы. Но раньше тифлокомментарии были доступны для зрителей только в Москве. В этом году Сбир впервые проводит показы с тифлокомментированием в регионах. Нам бы очень хотелось, чтобы не только банковские сервисы были доступны нашей миллионной аудитории, нашим любимым клиентам, но и чтобы была возможность у всех людей, в том числе у людей с ограниченными возможностями по зрению, присоединиться к этой культурной стезе. Я на таких мероприятиях, на таких спецаклях еще не был. Ну, судя по всему, столько номинаций на «Золотую маску» ожидания очень хорошие. Действительно, жюри престижной премии номинировало его в десяти номинациях. К тому же, актриса музыкального театра Мария Евтеева получила «Золотую маску» за лучшую женскую роль. «Капитанская дочка» – спектакль, который теперь хотят посмотреть многие. Мы очень рады, что на нашем спектакле люди с нарушением зрения могут тоже полноценно насладиться мюзиклом и увидеть его в новых красках. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком. В Барнауле прошел «Диктант Победы». Это специальная акция «Единой России» и волонтеров Победы накануне 9 мая, в рамках которой участники проверяют свои знания о фактах Великой Отечественной и чтут память своих героев. В Алтайском крае такой добровольный экзамен сдавали 5000 человек. Как это было, расскажем далее. Я очень благодарен сегодня. Ребята молодые, которые пришли, которые заинтересованы в том, чтобы знать, что такое 1941-1945 год. 80 стран-участников, 85 регионов России, 73 площадки только в Алтайском крае. «Диктант Победы» в эти дни объединил миллионы человек. Все они решили проверить свои знания о Великой Отечественной. Всего 25 заданий о событиях войны, именах героев и даже фильмах на эту тематику. На площадке в региональном парламенте собрались не только жители Барнаула, но и депутаты. Вопросы непростые, повторюсь, они разносторонние, поэтому потребуется где-то и время задуматься, вспомнить, вникнуть в вопрос. Может быть, там поискать как раз какие-то ответы, которые уже заложены. Но, по сути дела, они посильные. По мнению Бессарабова, главное в диктанте не получить 100 баллов, а еще раз вспомнить о событиях тех лет и, возможно, вновь открыть учебники истории. Именно так сделал и он сам. А вот самому юному участнику диктанта на этой площадке, школьнику Алексею, было легко. Он с детства увлекается военной тематикой. Знаете, я считаю, что Великой Отечественной войны – это событие, которое отразилось, наверное, в семье каждого человека в нашей стране. Потому что, ну, это важно, правда. То есть Великой Отечественной войны – это очень большое и крупное событие. И для меня это, ну, не просто какие-то цифры или пустые даты, для меня это очень близко. Его прадед руководил колонной на Ладожском озере, возил хлеб в блокадный Ленинград и вывозил оттуда людей. Сейчас, по мнению юного любителя истории, нередко встречаются попытки искажения фактов войны. А такие мероприятия, как диктант Победы, помогут укрепить в памяти подвиги наших солдат. Результаты диктанта будут известны в конце июня. Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком. На этом у меня все новости. Не пропустите завтра наш итоговый выпуск. Надолго не прощаемся. Смотрите нас 4, 5, 6 и 7 мая на 22 кнопки в социальных сетях. Какой будет погода в ближайшие дни, узнаем через несколько секунд. Спонсор прогноза – компания «Валар». Хорошего вам отдыха. До встречи в эфире.